Кони тива! С вами Сан Саныч Сан и Виктор Бурда Сан. Кто еще не в курсе, Виктор Бурда имеет самый большой YouTube канал в СНГ тематики роллы суши. Да, друзья, все правильно сказал. Это тот человек, который учил Обломова готовить правильно роллы. Ну это, конечно, очень круто звучит. Но я рассказывал просто, у меня есть рубрика на канале о том, как показывать топ рецепты на YouTube. Делают суши роллы и я даю свои комментарии для своих зрителей, как сделано правильно, неправильно, по моему мнению. Ну в том числе было и Обломов. Он, кстати, сделал достаточно хорошие футумаки роллы, хотя он не знал, что это называется футумаки роллы. Ему тоже понравился этот обзор. Ладно, смотри, мы сегодня здесь собрались, чтобы сделать что? Самые дешевые роллы, бомж роллы. Бомж роллы? Ну бомж роллы у нас точно не получится, потому что я уверен, даже то, что ты купил, это не 9 рублей. Ну да, эконом вариант, самый максимальный эконом вариант. Да, сделаем в любом случае круто. У меня есть у тебя предложение. Делать будешь ты и делать мы будем 3 разных ролла, чтобы твои зрители увидели, как можно сделать... Слушай, ну я вообще не умею делать роллы. Я один раз в жизни крутил и... Знаешь, что самое классное? Я вот позиционирую то, что роллы это просто. Их может сделать каждый. И вот нет в этом сложности никакой. Не нужно быть гранд-бренд-эксклюзив, там, суши-бренд-мастером. Джапанизм Мишлен. Да, 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 там, с 10 категории какой-нибудь, там, или там, 6 категория, там, поварская. Обычный человек, буквально там, посмотрев там мои ролики, скажем, на канале или посмотрев мои ролики на канале, сможет научиться делать суши и роллы. Вот, у тебя это получится, я тебе буду говорить, что делать и все будет. Давай прям по пунктам, ребята, записывайте. Запасайтесь чайком, кофейком. Пункт номер один. Надо идти в Ашан, покупать рис для суши. Ну, а если нет риса для суши, как определить, что это длиннозеры подходит? Нет. Какое надо? Слушай, вот у тебя написано, вот самый популярный вопрос для зрителей, знаешь, какой там рис, какие продукты. Вот, особенно там рис подходит, не подходит. У тебя вот в Ашане, я такого не видел, написано, рис для суши, Ашан. Там был обычный круглозерый рис, 50 с чем-то рублей, и за 70 рис для суши. Я сравнил одинаково. Абсолютно одинаково. Вот у меня где-то здесь, смотри, вот ты говоришь, какой рис лучше. Вот у тебя, смотри, сколько риса есть. Я вот никак не могу решиться, сделать обзор как раз на рис. Вот их целая куча, у них у всех разная цена, абсолютно разная. Так, такой у меня уже есть. Обратно. Вот, куча риса. Посмотри, и сравнись со своим рисом, который ты принес. Похож? Ребят, ну один в один. Круглый просто. Абсолютно одинаковый. Ну-ка, это. Да, такой же. Круглый рис обычный. Они все вот визуальные, я еще не варил это все. Слушай, ну вот ломаные немножко есть и тут, и тут. Идеально, конечно, чтобы их не было, но не принципиально. То есть, просеять можно. Глобально, я думаю, разница никакой не будет. Главное, чтобы рис был круглозерный, все остальное это уже так. Как варить рис? Как варить рис? Ну, более подробно можете посмотреть в менедканале, есть как варить в кастрюлю, как варить в мультиварке. Там все будет подробно. Здесь же ты у нас принес. Да. В двух словах. То есть, у вас, скажем так, сто процентов, там вот, вот ты у нас принес сто сорок шесть грамм риса, да? Я хотел сто взять, ну, он же разваривается. Ну, это у тебя черпаки такие большие, у меня, думаю, маленькие есть. В общем, если у вас сто сорок шесть грамм риса, берете кружку железную, высыпаете туда рис, и высыпаете, наливаете туда воды сто десять процентов от веса вашего риса. Ну, скажем, если у вас сто грамм риса, то сто десять грамм воды, да. Рассказывать, в общем, тебе, как варить рис. Давайте глобально, не про сто грамм, а, скажем, полкилограмма. Берем полкилограмма риса, наливаем пятьсот пятьдесят миллилитров воды, включаем максимальную мощность на плите. Как только вода закипает, ставим минимальную мощность на плите, закрываем крышкой, ждем пятнадцать минут. Он у нас там томится. После этого выключаем плиту, открываем быстро крышку, кладем полотенце, закрываем, чтобы лишняя влага поднималась, он на горячей плите стоит еще, и впитывалось в полотенце. И стоит он так у нас еще пятнадцать минут. Мы его не перемешиваем, ничего не делаем с ним. Все, по сути, рис готов. В момент того, пока будет готовиться рис, нам нужно будет сделать заправку для него. Мы с тобой все просчитали, нам нужно семнадцать миллиграмм готового уксуса, правильно? Семнадцать миллиграмм готового уксуса? Готового, значит, нам надо где-то сколько налить? Ты в три раза его хочешь развести? Чуть меньше, два с половиной, давай девять. Ну, семь, ну, вот семь-восемь будет. Ну, два, чуть-чуть больше. Девятипроцентный уксус, ребят. Так, семь грамм. Добиваем до... Добиваем до семнадцати, давай, да? Молекулярная кухня. Слушай, было бы очень круто, если мы считали бы ложечки. Сколько ложечек я налью воды? Восемнадцать получилось. Напишите в комментариях, сколько мы ложечек наливали. Дальше нам нужен сахар. На полкилограмма нам нужно сорок пять. Здесь у нас потребуется, значит, сколько? Сейчас я тебе скажу. На полкилограмма сколько? Сорок пять грамм. Сорок пять разделить на три, три. Тринадцати шесть. Тринадцати, добавляем тринадцать шесть грамм сахара. Раз. Два. Две с половиной ложки сахара получается. Угу. Добавляем полтора грамма соли получается. Соли, да. Это где-то четверть, четверть чайной ложки. Так. И вот, вот это все, вот это все. Надо полностью развести, да? Видишь, как я активно рукой. Вообще профессионал. Ну, с тринадцати лет. Пойдет? Да. Но он пресный. Ну, поэтому у нас есть такая заправочка. У нас получилась сладкая. Все размешалось. То есть, вот, можно посмотреть. Угу. Не знаю, на камеру будет видно, нет? Он, действительно, он густой. Ну, такой слегка густоват. И добавляем эту заправку в рейс. Все перемешали, все здорово. Да, отрезать пополам. Ух ты, боже ж ты мой. Давай с этой стороны. Теперь так. Чтобы пальцы не отрезать, ребят, вот. Котовья лапка, как я вас учил. Так, смотри, что нужно сделать дальше. Шкуру оставим в Японии. А наоборот, смотрите, насколько я знаю. Я пойду тогда помою. Огурец. Я помыл. Я помню, на нем уже у тебя наклейка была, даже ее снять. А, да? Все, ребят. Все, все. Виктор сам, видите, какой предусмотрительный. Я тебя подготовил. Смотри, иногда снимают, но в России так никто не делает. То есть, у нас, наоборот, сердценину все выкидывают, а оставляют. Как тебе нужно будет нарезать? То есть, ты срезаешь одну часть, чтобы ты мог положить просто именно огурец. Потом делаешь тебе два надреза. Безерцевины как раз. И потом вот этот кусочек, то есть, начнешь нарезать просто на мелкие части. Вот тебе здесь середина останется. Это вся тебе будет. Просто съедаем ее? Ну, делаем дома, да. Просто съедаем. Все, я понял. Во всех заведениях та-то штука просто выкидывается. Блин, это ж какой расход продукции. Из-за того, чтобы можно было здесь как-нибудь огуречный, фреш, например. Да, либо салат огуречный есть, тоже прикольно. Ну, может быть, в каких-нибудь больших ресторанах так делают, но, к сожалению... А я люблю салат из сырой картошки с уксусом, теплой. В том, как я научусь делать ее. Ну, да. По-китайски. Офигенно. Интересно. Так, знаешь, что еще? Ты на ней мясо не резал сырое? Нет. Ну, для чего? Теперь мы будем делать с тобой такой бюджетный вариант Калифорнии. Что там у нас будет? У нас будут огурцы, крабовые палочки, рис и будет кунжут. Да, кунжута сколько грамм там у нас вышло? Так, у нас будет черный кунжут, где-то грамм 20. Да. 100 грамм, ребят, кунжута стоит 15 рублей. 100 грамм, а у нас 20 грамм. Вот и считайте. Нам нужна будет тарелка. Как пахнет? Отлично, да? Да как краб. Вот краб лежит в Камчатске, видишь? Так же пахнет, как краб. Камчатский краб, кстати, у меня на канале будет Камчатский краб. Да, я тут приехал в гости. Нормально, да? Дневник еврея со своими бомж-обедами приехал ко мне с камчатским крабом и с красной икрой. Да. Вот, вот что значит евреи, понимаете, экономить на обеды, чтобы потом приезжать в гости со своим крабом. Красной икрой. Вот надо у кого учиться мне. В Калифорнии вы клали эти крабовые палочки и не выглядели, как знаешь, там на всяких картинках я видел, когда с крабовой палочкой делают там. Просто как кусочек крабовой палки, тубок, да, крабовая палка. Это выглядит стрёмно. Да. То есть, по сути, мы ту же крабовую палку кладем, но она будет выглядеть поприятнее. Ты как предпочитаешь? Выливать? Мне нравится сразу, получается, когда микс получается, он все перемешивается и оно более равномерно. Хоть я не готовлю роллы. Ну давай, попробую. Если мы будем доверять производителю, может, будем доверять производителю, здесь у нас написано 100 миллилитров. Давай. Давай, единицы измерения, миллилитры у нас стояли. Миллилитры. Ставим. 80, 18 грамм. 18 грамм. 18 грамм майонеза надо. Супер. У нас начинка для Калифорнии. Бомж Калифорнии. Для Калифорнии с кунжутом готово. Нужно, вот, ты выбрал уже маленькую циновку. Она у нас просто сейчас в пищевой пленке. Для того, чтобы она у нас скользила, когда здесь будет ролл, если мы ничего сейчас не сделаем, ролл будет прилипать. Мы водой смажем? Если мы смажем с водой, она высохнет и ничего не получится, будет еще хуже. Нужно или растительным маслом, да, или, если есть рыба, просто проводим как рыбьим жиром, получается. Или майонезом, майонезом. Немножко, да, прям майонеза, прям совсем чуть-чуть. Берем, выжимаем и рукой вот так вот размазываем и все. Как термопасту по процессору. Ну, типа того. И у нас после таких манипуляций ролл не должен будет потом прилипать к самой циновке. Майонез всему голова, и с дошираком идет, и просто с хлебом. Да, мазить можно вообще везде. Я с покшевами, когда делал, кстати, роллы, делали Калифорнию с ним. Ему хотелось, чтобы икра до 3000 рыбок можно больше прилипла. И он сам ролл. Майонезом. Зафигачил майонезом. И в икру, чтобы все прилипло, чтобы ничего не осталось. Все, это готово. 10 листов. 10 листов. Слушай, такая она тонкая. Прямо недавно был обзор, да. Что делать? Не получится. Все получится. Просто она тонкая. Давай, две штуки. Ребят, две штучки эти, вот эти вот, ну порядка где-то вытянут рублей на 10. Смотри, их надо поломать пополам. Вот так. То есть, вот у них есть линии сгибов, скажем так. Да, и нужно разломать не по линии, а вот так. Четыре половинки. Роллы делаются из половинок. Получается, маленький ролл будет делаться из половинки. Ролл, как раз Калифорнию, который мы будем делать, он будет делать тоже из половинки. А вот будем делать еще закрытый ролл, футумаки. Такой вот круглый, большой. Он нам будет делаться из целого листа. Он делается либо из целого, либо из двух третьих. То есть, в принципе, можем отрезать вот такой вот край, можем его оставить. Давай оставим. Все, нам потребуется вообще вот такой набор. Ну, то есть, как ты, в принципе, и сказал, два листа для трех роллов разных. Все равно два листа. Вот оциновка, рабочая сторона у нее плоская. Нори, есть тоже две стороны. Одна, видишь, глянцевая. Шершавая. Да, другая шершавая. Нам нужна шершавая сторона. Кладем ее и теперь смачивай руки. И бери 100 грамм риса. Что мы там делали? Смочил руки. Да, бери 100 грамм. Ребят, 98. Ну, 98 можно взять? Можно. Теперь, сейчас сделаем закрытый ролл, маленький. Тебе нужно будет разложить рис вот отсюда и до самого конца. То есть, сантиметр, чтобы у тебя был зазор. Так получится. Нет, ты все прям берешь. Прям все берешь. Так вот, в середину кладешь. И не нажимаешь, а так вот спокойно растягиваешь. Все, ебнай, а я его не порву. Все будет отлично, я тебя уверяю. И я захотел сделать роллы, посмотрел рецепты в интернете, но оказалось, что все эти рецепты уже Виктор Бурда разбил в пух и прах и обосрал, что это все неправильно, и все вы делаете не так, вы дураки. Уже не он так говорит. Я абсолютно лояльно. Нет, ну объективно. Если честно, ты все объективно говоришь. Не просто так вот говорит, ты дурак, а он все по пунктам выкладывает. Говорит, ты риса добавил, переварил его или не доварил, он у тебя будет каменный. Смотри, вот просто тебе нужно, чтобы рис был прямо здесь до углов, сильно много воды не нужно, иначе он у тебя вообще будет очень такой жиденький. Жиденький, да? И не будет держаться. И вот просто берешь, куда тебе нужно, рис добавляешь, просто так вот дотягиваешь и все. Все, я понял. Слушай, ну в принципе нормально вроде получилось? Все, да, в принципе нормально. Ну тут толстота какая-то. Все, отлично, нормально. Теперь что нужно сделать? Давай сделаем просто с огурцом трон. А Калифорнию сделаем уже там с крабом, с двоим. А Филадельфия сыр, который за 6 рублей взял? Мы его сделаем с прекрасным плавленным сыром Филадельфия. Мы сделаем футумакерол как раз, когда будет целый лист. Все, я понял, давай с огурцом. Да, чтобы практикануться. То есть мы берем... В середину, да? Ровно в середину, да, кладем. Но в середину риса. Да. Кладем начинку. Не в середину, ребят, нори листа, а в середину риса. Поднимаешь и должен будешь поставить вот этот край вот сюда. Давай ты покажи первый, я потом. Ну то есть ты вот так закрываешь. Ааа. Ну нормально, давайте пока. Нормально ты ролл, ролл. Хорошо, что он сделал. Ну вот смотри, что у тебя получается. Видишь? Да, да. У тебя все, я понял. Готов. Не знаю там. Да, видно, видно все. То есть что получается? У тебя ровно получается вот эта сторона стала сюда. Да, в начальную. И ты можешь чуть поддавить. Форму придать. Теперь поднимаешь вот так и водой. Как конверт, ребят, смачиваем. Смачиваешь. У тебя получается сейчас вот эта сторона влажная. Ты закрываешь, можешь там полсекунды подержать, чуть еще надавить. Ну если мы делаем там квадратный. Да, да, да. Вот тебе уже почти ролл готов. Теперь нам нужно вишен такой немножко где-то неровный, еще что-то и длинноватый. Берем его чуть-чуть с каждой стороны. Можем подбить. С одной, с другой стороны. Можем также его чуть-чуть еще покрутить, чтобы он придать форму. Подтянуть. То есть если он где-то там подразвалился у вас. То есть так делаешь. Да, можешь чуть побаловаться. Побалуйся. Что-то почувствовал. И ты знаешь, смотри, должен давить не только вот сбоку. То есть ты вот сейчас... А, все, я понял. Пальцы. И таким вот образом создаешь... Три точки. Да, создаешь именно форму. Ну у тебя получилось. Все красиво. Получилось. Серьезно. Ну хоть наполовину ты мне и помогал. Первый ролл, ребята, в моей жизни. Ну, такой ролл, в принципе, многим понятен. Понятно, как делать. Взял завернутый. Обычный, простой, кстати. Он один из самых недорогих в этих ресторанах. Рублей 150-180 такой стоит. Слушай, ну в разных... Где-то он там и 50 рублей может стоить. Да, в регионах. Ну тут, особенно если летом огурцы, это сезонная такая вещь. Вот, допустим, сейчас ты покупал. Дорогой. Самое дорогое. Да, огурец самое дорогое. Дорожек рабовых палочек. Ну, потому что тут крабовые палочки эксклюзивные. Слушай, давай, теперь делаешь сам ролл. Давай сам. Сложная задача. Да. Хочешь, я тебе покажу, как? Почему сложно? Нет, простая, забудь. Смачивай руки. И нам нужно будет 140 грамм риса. Почему? А вот первый раз... Возьми 130, получается. Вопрос самый главный. Почему первый раз ты мне сказал взять 100 грамм? Почему именно столько, 100 грамм? Ну, можно брать там 8, от 80 до 100 грамм для закрытого ролла. Просто, если ты возьмешь больше, то... Вот, что... Возьми 130 грамм. Что там много. Да, возьми 130 грамм. Сейчас. Тогда ролл у тебя делается с половинка листа нори. И у тебя риск внутри. Получается, ты возьмешь больше, ты его физически не закроешь. То есть, у тебя начинки там не будет. Все, 130 грамм. Да, отлично. Здесь рис в обратной стороне. И смотри, как можно сделать. Вот ты его берешь. Вот когда делаешь там много роллов. Чтобы не выкладывать там ровно-неровно. Там поломать с пластиком. Берешь этот шарик. Вот так вот. В нори, в середину. И ставишь сюда. Делай. Прям в середину. Да. Захватили, да? И прям клади. Теперь что ты делаешь? Оставляем так же один сантиметр. Так же оставляешь один сантиметр. Но вот здесь, где-то у тебя там на полтора сантиметра здесь должен выступать. Вот за нори. За нори. Все, я понял. И делаешь, давайте тут просто покажу. Тоже вот такими движениями. Все, я понял. Ну, знаешь, это всегда, когда первый раз все волнительно сложно. Потом привыкаешь, все становится банально. Понятно, да. Хлоп. Переворачивай. Крабс. Первое, выкладывай, да, крабс. Так вот ровненько. Дальше бери огурцы. И огурцы кладешь вот с этой стороны. С этой. С этой. Потому что ты, когда будешь заворачивать. Не сверху, а именно с этой. Да. Ты, когда будешь заворачивать, ты будешь за них держаться, по сути. Потому что, если они будут с другой стороны, а если бы здесь какая-нибудь майонез, либо был бы именно там, либо соус какой-то, ты бы весь перепачкался или сыр. Все. Так, можем, я думаю, еще положить, еще краба положи. Сюда клади. У тебя получится. Я тебе сейчас все помогу. Давай. Придерживаешь. Давай, давай. Прям тяни, тяни. Ставь. Вот так чуть поджимай. Я никого никогда не обсираю. Все, говорю, как... Окей, чуть-чуть у нас вылезло. Ну, ничего, для красоты. Слушай, все нормально. Теперь у нас он опять получился длинный. Что нам нужно сделать? Подбить роллы. И здоровенные вот такие с колбасой, со всем они там делают. Закрытые такие вот в норе, да? Они называются... Не роллы же у них. Они называются у них... Гункан? Не, не, не. Гункан, маленькая часть. Он их называется корейский ролл. Хентай? Ребятки, вот смотрите. Квадратность получилась. Так. Кимпап. А, кимпап. Точно, кимпап. Вот корейский ролл называется кимпап, и они выглядят как улитка. Ну, то есть они вот прям так вот закручиваются. Там такой вот улиточный ролл получается. Все, хватит. Вот у нас он получился прекрасный ролл. Потом все это сделаем на монтаже, да? Все будет прям вообще идеально. И он у нас будет, мы решили, в черном кунжуте. Да, в черном кунжуте, ребят. 100 грамм кунжута 15 рублей стоит. Тут у нас 20 грамм. Вот так вот. Так. Чик. Чик. Потом сейчас все помешаем. И сделаем а-ля кимпап, да, корейский, то, что ты говорил. Этот ролл называется футумаки. 130. 128, но все больше нет. Теперь. Так. Все. А ну? Все. Теперь его берешь и... А, вот. По схеме, по схеме. Середину? Ну, заклади в середину. Клади прям сюда. Клади, прилипло. Рис. На 2 третьих листа нори. То есть вот у тебя будет верхняя граница. Вот сюда. Вот. Вот так. И вот здесь до самого конца. Вот так по полной. Это оставляем. Это просто у нас останется. Не, смотри, что должно быть. Вот видишь, полоска. Ну, в любом, да. Но это они хотели сделать. А, они хотели передумать, типа, обманочка, да? Да. Ну, не за 6 рублей. Вот ты его хотел. В середину, да, выкладываем? Сразу. Пробуду так, да. Можно просто так сделать. Так, так, и все закрываем. Кимпап, разорви хлебало, да? Ну, как мне его порезать? Ну, может, как огурцы порезать. Кимпап мы делаем в футумаке. Потому что мы не будем закручивать. Мне не очень нравится. А сколько выкладывать? Ты должен в голове держать себе 3D-модель. А, я вот все время думаю, сколько выкладывать. Хватит. Да хватит, да. Давай это сюда положим. У тебя какая должна быть еще иерархия? То есть, самая нестабильная начинка должна быть ближе к тебе. Потому что ты ее не будешь там трогать. Все, я понял. Стабильная дальше. Давайте начнем с палок. Сюда, да? Нет, наоборот. Сюда, да. Ты видишь, как безотходно, ровно получается пачка лобовых палочек на 2 ролла, да, получается. Огурец у нас еще на 1 ролл, а не какой-то еще на 5. А у нас нет уже этих риса, да. Но это так, если риса больше. Так, это сюда, да? Да. Самую стабильную, за которую можно схватиться, по-твоему. Дуверяю, придерживаешь. Придерживаем начинку и ставим вот сюда. Да. И вот сюда нажимаешь. Не знаю, как вышло, конечно. Здесь все получишь, смотри. Оп. Брависсимо. Посвящение, ребят, прошло. Теперь берешь воду, мочешь. Вот это, да? Да, да, да. И дальше проворачиваешь. Вот точно так же делается еще и горячий ролл. Горячий? Темпури ролл, который жареный ролл. Да, да, да. Делаются точно так же. Потом ты этот ролл. Так, как мы проворачиваем? Да, просто дальше крутишь. Сейчас можешь прокрутить. Ну, только ты это подожми все эти моменты. То есть, вот так подтяни. Мы этот ролл можем сделать круглый. Да? То есть, смотри. Да, давай круглый. Если мы те роллы делаем, ставим вот так, да, делаем форму. Ага. Здесь же ты просто прокручиваешь и не придаешь такую форму. Просто его крутишь. Ага. Крутишь, а он у тебя сейчас будет круглый. Видишь, он уже круглый у тебя. Да. Будем их нарезать? Это самое сложное, кстати. Ребятки, случилось следующее. Моя камерка села. Пишем сейчас на iPhone, который надвесим карты с телевизором. Мне почему-то кажется, что на этот iPhone у тебя будет даже круче записи. Так посмотрел. Качество лучше, конечно, будет. Вот так, да? Ты видел, как Курицын на этот Невский говорит? Подожди, подожди. Проникли в ролл? Проникли в ролл? Нет, ты... Я мую, да? Нет, смотри. Помимо того, что ты слишком сделал. Смотри. Да нет. Сейчас у тебя все получится. Смотри. Как говорил Александр Курицын, Александр Невский, который билдер, вот так вот. Вот у него есть выражение, берешь вот так вот. И он тоже делает ролл? Он ролл не делает, он просто делает вот так вот. Смотри, он так берет, входишь вот так вот, поднимаешь вот так вот. И вот так вот, прям, смотри, одни движаем, оп. Ну, у тебя видишь, что как по маслу. Все. И ты вставишь, и у тебя вот получились кусочки. Видишь? Все, и так вот мы сделали. Ох, ё-о-о, писта, для чего-то. Ну, это я кривомунел. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Первый раз. Ну, ничего страшного. Ну, ничего, подожди, вот так вот, вот так вот, вот так вот, нормально. Вот так вот, нормально, да, получилось? Следующий. Подожди, ну, вот так вот сделаем, правильно. Охватит их крутить. Все, чтобы вообще по красоте было. И знаешь, что мы здесь делаем? Вот так вот сделать можем. Ладно, я так чуть-чуть отрезаю. А ты, наверное, на ролл уже смотреть не можешь или едешь? Нет, почему я ем? Нормально. Не все, правда, я теперь, как бы, ну, такие, что-нибудь интересненькое не хочешь. Знаешь, всегда... Ну, запись точно пошла. Ну, проверь. Я думаю, пошла. Да, качество вообще обалденно. Офигенно, эти, говорю, там офигенно будут. И тебе серьезно, говорю, на айфоне будут офигенно. Как раз вот это, о котором мы говорили, этот... На айфон. Да, у меня же раньше на айфон все снимал в Таиланде, у меня вообще камеры не было. Но раньше камера прикольно, когда ты на улице, на пряжи, там еще ракурсов на айфон. Все, теперь берешь, убираешь, ставишь. Вот тебе ролл, вот тебе нож, вот тебе тряпочка, вытирать нож. Так, берешь, вытираешь нож, мочешь, режешь. Сначала желтки, да, отрезаем? Нет. Ты же сам делал. Я проверяю тебя. Ну, ладно. Пополам, да? Снимаешь нож, и потом просто так, все, тяжное движение, он просто разрезает, и все. Как красиво начинка получилась. Теперь как раз ставишь, и отрезаешь вот эти все желтки. Сейчас я отрежу. Давай, давай, давай. Все будет прекрасно. Все, смотри. Надо пробовать. Это хочешь скушать? Да, это скушение. Ну как, а? Лично. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита твоим. С соусом будет просто общая. Погнали. Теперь пополам. Пополам. Поддерживаешь. Чуть-чуть вошедешь, да, поднимаешь. А во второй тоже вошеду? Пофиг, ты уже зацепился. Поднимаешь, и нож чуть пониже такой, держи. И теперь до конца туда проводи, и слегка дари до конца прям веди. И такой способ подачи, он вообще, в принципе, скрывает все косяки, видишь? Ну вот так, да, когда делают. Ты его сделал, и у тебя нет ровного, ну, уровня. То есть, мы положим сейчас их все вот так. Да, видно будет. То есть, будет видно, как мы их нарезали, да? Если мы положим их, вот этот вообще жесткий кусок. А как так получилось? Я не знаю, как так могло получиться, но вот как разница? Вот, наш ровный красавец. Как бы его не запороть. Ну, в такой легче резать. Или нет? Ну, вроде бы вот пополам. Давай. Не-не-не, никакого суда. Ты знаешь? Давай. Вперед. Даже сильно не нажимай. Да, я могу прям. И можешь там и в одном, и в два движения сделать. Туда, сюда. А? 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 Огонь? О-хо-хо. Вот. Смотри, несмотря на то, что ты напополам распилил доску. Рол, видишь, у тебя поспорил лотку? Этот рваный. Весь развалился, что-то там покосился. А этот вот. А этот четкий у тебя получился разрез. Ну, потому что вот так. Значит, давай, делаем срочно еще роллы, быстро. Видишь, во вкус вошел. Все. Слушай, вот этот прям, как настоящий краб выглядит. Да, лучше. Ты сказал, вообще, крабовая палочка, когда просто с магазина подходит тебе. Выглядит, блин, очень красиво. А так смотрится прям. Обязательно. Да, очень, очень даже ничего. Итак, вот у нас выложились новые ролики. Все черные. Ребятки. Котятки. Вот. Посмотрите, вот это реально крутость. С крабовыми палками. Сейчас будем снимать пробу. Смотри, как. В лучших традициях лепонской кухни. В кухне пластиковых соусников. Ну, как, будем пробовать. Это же бомж роллы практически. Специально для тебя. Специально для тебя я подготовился. Модель, у нас все есть. Так, давай пробовать. У нас есть соус, имбирь, васаби, палочки. Палочки, ребят, я в Ашане взял там, где роллы делают, настойки. Я подошел просто и взял. Я просто взял, да? Кстати, в Японии... Палочки короче. Ну, не только палочки короче в Японии, но и роллы меньше. А знаешь, что, у меня это, я там тоже заказывал японскую кухню, и я там палочки, допустим, вот так держу. Мне там зачем видеть, типа ты не так палочки держишь. Оказывается, видов держания палочек даже у самих японцев больше много. Я вообще придерживаюсь, знаешь, какую тему, чтобы как тебе удобно. Есть такое там, вооружение, да, каждый короче, понимаешь. Вот я тоже, что если тебе удобно, значит, мешать васаби в соусе. Мешай васаби в соусе. Ну, угломыш говорит, ему нравится васаби в соусе. Ну-ка ему до полда, я не хочу в палочке. Ммм, надоели. Ммм, какой ролл с огурцом. Ммм, да, давай поправлю. Не поправлю, ну, классно, я очень люблю ролл с огурцом. У меня авокадо, ребят. Из мини-роллов мне больше нравится он с огурцом и с лососем. Нормально, ролл грустит, все. Васаби, да? У тебя жесткое васаби. Имбирь, на мой взошел. Имбирь хороший. Ну что, ребят, хочу сказать. Роллы в лучших традициях. Не набегай. У нас еще остальные есть с фэшн Филадельфии. Очень простой ролл. Самый дешевый, вот он получается. Вообще, так по сути, можно его сделать рублей за 10. Взять риса, огурец. Здесь самое дорогое, это нори получается. Нори получается самое дорогое, да. Но без нори мы не сделаем, все развалится. То есть, как только ты опустишь его в соевый соус, если бы без соевого соуса, тогда это, в принципе, возможная история. Если... Давай, пробуй. Я его попробую. Тебе большой самый. Это красавица. Тебе самый большой. Это красавица. Сейчас попробуем с тобой, но... Нормально. Здесь кунжут. Ну, не бывает, но она. Ну, так, ну, в принципе, нормально, ролл обычный. Ну, за эти деньги, сколько стоят эти крабовые палочки? Ну, этот ролл дороже этого, я думаю, на 3 рубля мало. Ну, да. Крабовые палочки стоят 15 рублей. Майонеза тут вообще немного, пару капель ушло, и все. Ну, на 3 рубля, на 5 рублей, пусть больше. Вот этот ролл стоит дороже. Да. Максимум, там, рублей на 5. То есть, ну, в рейстике вам, ребят, могут этот ролл подарить, но рублей за 300 такой. Ну, 250, да, в легкую могут. Это, причем, не факт, что... Вот, смотри, мы крабовые палочки сделали, но они не похожи, как крабовые палочки. Ну, то есть, они похожи на крабовые палочки, но это не выглядит так уродски, как если просто палку вам засунули. И это уже могут обозвать как угодно. Вот на канале у меня, ну, говоря, тебе будет ролик с крабом настоящих участков. Вот мы как раз сравним, давай мы оставим. Мы еще, кстати, не делали, просто мы очень будем делать. И сравним вот эти роллы, кстати, с крабами. Ну, и давай чудо. Чудо попробуем с оригинал Филадельфии. Кимпап. Пахнет резиной. Кто? Сыр? Я не знаю, кто или что, но пахнет. Какой-то, нет, ощущение, что это дает. Ну, ты васаби нюхаешь, что тебе бы не было давать. Есть ощущение, что ты ешь сладкий ром? Да. Потому что сыр... Сыр сладкий, ребят. Туда бы еще добавить что-нибудь сладенькое, авакана, банан. Все, сладкий ролл готов. Ну, нет, так сладкий ролл получился. Нет, ну, в принципе, так и интересно. Если бы сыр был помягче, какой-нибудь гляненький сыр. Нет, хочу сказать, что у нас получилось отличный классический ролл. От маки с агурацион. Относительно нормальная, дешевая Калифорния. Ну, так, огурец, кратпалки, майонез, ну, тут кунжут. Правильно говоришь, что в ресторане может стоить 250-300 рублей. Прямо точно такая. Хотя она ничего не стоит. И непонятно, корейский кимпап. Да. Ну, кимпап он был бы вот так вот закрученный еще, как утрола улитка, я называю. Но, футумаки, ну, он получился сладкий. Да, это из-за сыра. И основной вкус именно он дает. Сыр, да. За 6 рублей, ну, что бы вы хотели. Ну, что, сложно делать роллы? Ну, сложнее всего, честно скажу, для меня это резать. Закручивать, ничего сложного, как бы нет, там, форму придавать. Согласись, главное понять просто принцип, как это делать. Как это делать, и все по-функтам. Начинка, ну, рис разложил, начинка, закрутил, придал формы. Жопки отрезал, пополам. Все. Вот, поэтому, говорю, сложно ничего нет. Любой человек, который хочет научиться делать роллы, суши, может зайти, ну, посмотреть нормальный рецепт. Даже у тебя уже на канале. Я считаю, что, опять же, ты второй раз, если сделаешь эти роллы, они будут у тебя уже очень крутые. Короче, ребятки, вот, ролл. Ну, это самый здоровенный. Это я так резал. Могу, умею, практикую. Что надо сказать. Ребят, будем заканчивать. Бонж роллы можно это назвать. Подписывайтесь на канал. Виктор Асана. Виктор Бурда, школа сушиста. Арегато. Годзеомас. Сайонаро. Пальцы вверх. Комментарии. Всем спасибо, друзья. Да, подписывайтесь на канал. Все было очень здорово. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok